Челы, заходите на стримы. Ну шлем был чуть получше, но тяжелее, я не хочу сильно прям увеличивать вес. Офигительно, лестницы уже не было, она исчезла в коварных руинах этого лабиринта. Должен быть какой-то другой выход. Какой-то звук. Ну что здесь могло остаться, кроме теней и праха? Жучи. Не успел. Тут еще чавкает. Там мертва крысы, смотрите, какие-то нежить. Ладно, погнали. Так вот почему кузнец слышал пение, здесь был бард. Все ниже и ниже. Железная труба была сломана как будто совсем недавно, и из нее валил ядовитый газ, через который король пройти не мог. Ай. Вонючка. Вонючка. Нежить, как долго здесь под ними было скрыто это зло. Знал ли его отец? Он сказал, Реджи? Ни хрена себе разлетелся. Так, это мы, наверное, не будем брать. Ну, точнее, при запас возьмем. Куда встаешь, балда? Ложись обратно. Отдыхай. Сочные звуки. Только не говорите, что все вот эти сейчас челы сюда придут. Отдыхай. 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 Ха, прикольно. У них отлетают ноги, руки, смотрите. Они прям ползают. Ауч. Так, надо взять одна ручка. Ни хрена себе че умеют. Аж напрыгивают на тебя. Мы не можем туда запрыгнуть. То есть я с тебя не был. Может быть там какой-то лут? Нет. Никак. Блин, ядрить. Вот эта атака, это имба. Не подходите. Сначала король подумал, что это был какой-то странный класс, клан белых крыс. Но нет. Это был его клан. Правда, уже не живой. Обруч. Ну, это как бы вещи для легкого билда. Кстати, вот стрелы здесь реально очень пригодятся. А вот яд. Ну, наверное, будет работать и против нежити. Непонятно. Так, давайте чекнем карту. Тут, кстати, слева какой-то выход, походу. И нужен ключ. Я вижу тебя. Вставай. Ты ведь встанешь, нет? Понял. И ты встанешь. Тебе даже глаза светятся. Хватит притворяться. Окей. Высочный звук разлетающихся костяшек и изгнившей плоти. Так, это левая часть этого склепа. Судя по всему, но нам нужно вниз спускаться. Можно проверить, что там слева находится. Было бы неплохо как-то пополнить запасы. Так, ну я хочу лут. Весьма, весьма, весьма хорошая штука. Стойкости, правда, пониже немножко. Где-то на треть. Наберем, наверное, все равно. Неплохая бронька. Она полегче и защиты больше дает. Так, что это за значок? Это значок босса или что это такое? Пойдем проверим. Могила крыси нора грызуанусуса. Крыси нор грызунсун. Охренеть, это Тор. Я вас понял, мистер Тор. Я бы с удовольствием с вами посражался, но мне бы сперва пополнить флягу не помешало. А то я не готов. Ты рофляешь надо мной? Ну хотя можно запотеть в целом. Блин, давайте запотеем реально. Хочется попотеть. Охренеть. Упс. Ааааааааааа! О боже мой, о боже мой Надеюсь, я прям надеялся, что он мне не задевает Окей, это грязный, это грязный, это грязный прием Что это за жопное убийство, черт побери вообще Ты рофляшь надо мной Не должен быть теперь таким мобильным, да, без своей Одной ноги Трюсы жопу Ооо, ты стал помойником Так, назад он теперь не отрыгивает Падил Окей, 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 легендарий шлем Конечно, мы его забираем Он лучше во всем Имба до конца игры Ладненько Так, ну щит возьмем про запас Ключ от канализации нижних склепов Ключ от канализационной решетки в самой глубокой части склепа Но я не могу сюда подняться Это делается через другой проход Прикол Что, я просто его изничтожил за несколько ударов Блин, я кстати забыл яд-то использовать Я все время Все время думал о том, что типа надо использовать яд на боссе Но все время забываю про этот яд, черт побери Так и ни разу не завязал яд Бард запрится в склепах, спасаясь от лягушачьего нашествия Но если он хотел спрятаться в безопасном месте, ему это не удалось Я уже убил злодеев Класс Чертежи? Что-нибудь знаешь об этом? Зато Бард нашел старую библиотеку и заметил там книгу с чертежами А еще он, кажется, нашел выход Книга не просто покоилась в могиле Вся великая библиотека была заброшена Охренеть, он тут хранится как Некрономикон какой-то О нет Борода в красный, первый вождь жоперов Вот это дэмэдж по его хопу Ха, прикольно он разваливается и собирается О боже Ты угомонись Хрена себе Хрена себе Покончено. Как лягушки оказались захоронены в этом священном месте? Очередная тайна отца. Но ничего, главная книга найдена, остальные загадки подождут. Как бы Рэджи хотел, чтобы король Крысус был рядом и рассказал ему все об этих существах, и еще. Если честно, Рэджи очень скучал по отцу. О, прикольный какой-то двуручный топор. Блин. Ладно, берем. Это противожучиная броня. Наверное, все-таки про запас. У нас что-то уже вес уже почти на финальную отметку перешел. Бард немного набрался смелости, и, что более важно, нашел ключ. Наконец-то можно будет покинуть это жуткое место. А еще в демке рассказал, что лягушачьи терроризировали крысу. Машинный король, лисец, главного короля, убил того вождя, которого ты убил, и положил конец этому террору. Ну, все пошло по старому кругу. Ну, это да, так говорилось. Вдруг здесь сокрыто что-то более, скажем так, личное. Чего нафиг? Он как будто просто взломал. Эта комната, на удивление, хорошо сохранилась. Без мусора и обломков она оказалась совсем голой, будто в ней чего-то не хватало. Вау. Охренеть. Если вставить сюда четыре статуи, откроется дверь бога. Древняя статуя символ семьи. Эта статуя символизирует единство крысиной семьи, напоминание о том, что государство, по сути, зиждется на семейных узах. Древняя статуя? Там должно быть лучшее место для нее. Сыр, любимое лакомство крыс, сладковатый, острый на вкус сыр. Пригодится шефу для приготовления блюд. У этого сыра очень резкий запах, но, возможно, шеф сможет использовать его в своих рецептах. Понемногу. Ой. Не упасть бы туда. Потому что, если я туда упаду, это будет полная зузуга. Вот сколько здесь лежал сыр. Наверняка очень долго, но... Зато пахучее. Может, он только с годами лучше стал. Запах свежего и цельно жуковатого хлеба привел их домой. Барт уже набрасывал балладу об их героическом приключении. Реджи пытался придумать рифму, к слову, зомби. С расплесенью и деликатес. Ну, смотря с какой плесенью ищем. Так, а что для следующего блюда нам еще надо? Нам еще нужен какой-то... Лапка жука, что ли, какого-то, и масла, что ли? Походу, да. Так, ну пора вернуться в тронный зал. Реджи еще не говорил брату о нежити. Сначала нужно было разобраться с живыми врагами, выковать оружие и изучить книгу чертежей, считавшихся утраченным. Старые истории подождут. Блин, у меня такое ощущение, что мы слишком рано добыли этот молот бога, чуваки. Теперь все другое оружие будет полным калом. По сравнению с молотом бога. Так, погоди, что-то еще появилось там? Кухня и кузница уже были отремонтированы. Лучше прежнего. А Реджи все смотрел на свой заваленный обломками и забрызганный кровью тронный зал. Ни один уважающий себя король не стал бы отсюда править. 30 монет. Расходы, конечно, не снизились. Это жесть, нам сейчас нужно нафармить 26 монет. Рейнджер хотел найти новые охотничьи угодья, но без компаса, не мог нанести их на карту. Значит, нам нужно компас где-то раздобыть. Компас. Что это за Чурчхелла? Приближается новый враг. Рейнджерам сообщили о странном существе в деревенской канализации. Нужно выяснить, насколько оно опасно. Уберемся. Что это за странное существо? Все в нем настораживало Реджи. Чупакабра. Справа находится. Почему король должен вообще ползать под канализацией и кого-то убивать? Потому что больше никто этим не занимается. Всех убили, походу, жабы. Только королю приходится увеличивать свое почтение. Окей. Зубень! Ого! Бегай, я метнул. Видали? Прикольный добивающий удар. А нет, все-таки есть еще Чурчхелла. Наверху. Когда игра про крыс, приходится что-то придумывать вместо гигантских крыс канализации. Всегда можно засунуть паука еще какого-нибудь. Который оплел всю канализацию своей паутиной. Блин, вот это атака. Бам! Голову с плеч. О! Щит приколдесный. Оберем. Броня против жуков еще одна. Существо было мертво, но Реджи это не успокоило. Он подозревал, что это не взрослая особь. Оставалось надеяться, что больше с подобными созданиями он не столкнется. Старый крыс был готов расстаться со своим компасом за разумные деньги. Разумно. Этот компас идеально подходил для рейнджера, выслеживающего диких зверей. Так, ну давай что-нибудь годное. Девять чертежей. Леджендарий лут. С++ качество. О, копье неплохое. Кстати, нормалек. Берем, наверное, копье. Правда, это копье. Ну, берем, ладно, пофигу. Берем. О, арбалет имбалансный. Найс. Берем 100%. Арбалет бога просто. Легендарный, желтый. Берем. Щит обыкновенный. Ну, тоже неплохой, но лучше про запас. Прикольный шлем какой-то. Он вес сильно снизит, защиту... Блин, я, наверное, возьму этот шлем. Не то, чтобы он сильно понизил защиту, но вес убавит. Нормально. Правда, я теперь злобно выгляжу. И броня вот такая, москита. Про запас. Ну, слушай, неплохой набор вещей-то в этот раз получился. Так, мы можем пойти как раз за мясом этим. Лапка жука на. Свежая и сочная лапка жука на. Пригодится? А, он уже дал, типа он просто отдал нам ее? Благодаря компасу рейнджер нашел новый охотничий годик. Первую добычу он передал королеву знак благодарности. Погреб шефа скоро будет ломиться от запаса. Окей. Четыре звезды, если че. Король москитов. Король москитов в ярости, ведь все его потомки убиты. Он обосновался на вершине башни, и рейнджеры послали Реджа разобраться с ним. Не такой большой, как королева, но все равно очень опасный. Погнали. Жужж... Жужжание, затем вонь тухлого мяса. Король москитов явился за Реджа, так что придется помериться с ним жалами. Охренеть. Это Кок или что? О боже мой. Так, ладно. Нельзя слишком жадничать с этим Коком. Так, он у нас свирепел. Вай. О боже мой. Засранец. Ладно, короче, во время второй фазы главное перекатываться не от его супер длинного Кока, а под него, наверное, под Кок. Давай, отдыхай. Можно надеяться, что со смертью короля москитов станет меньше. Ну, фигня полнейшая, как говорится. Двуручный топор. Он самую крапинку сильнее, но гораздо тяжелее. Лут с него, конечно, такой себе выпал. Дрянной достаточно. Еще один заказ. Королева Жужа. Королева москитов вернулась проведать свое потомство. Надо сделать так, чтобы она больше не возвращалась. Мать пришла. И где эта мать живет? О, она живет в том месте, как раз. Королева москитов мерзкая матка Роя. Вакамовик поток. Яд. Хуярен. О, господи. Еще яд. Это было опрометчиво с моей стороны. О, боже мой, она как бревном хреначит. Ух. Что происходит? Понимаю. Понимаю. Вот это атаки жопе. Господь. полегче. о господи иисусе что это за турель также много в ней сока нет попался под раздачу погибни матка мать москитов нерква так что взяться им больше не откуда итак смотрите мы получаем легендарную броню с матки супер защиты почти что максимальной защитой по весу на не ничем не хуже до стойкость максимальная берем топорик такой хуже пчелы фермера разлетелись во время нашествия лягушек он бы сделал новые улей если бы у него были материалы доска нужно и краска краска у нас есть а доску где взять жесть король какой-то не знаю король мародер по внешнему виду теперь у него был тронный зал которым он мог гордиться не такой как у отца но рейджи сам был по себе королем и делал все по-другому например не держал склепе зомби достойный меч кстати берем ищет хороший королевство было отстроено вновь но рейджи не знал покоя потому что над ним по прежнему на вес становиться угроза нависала угроза нападения врага восстановили только верхнюю часть шахтеры заметили внизу лягушек и некоторые отказались работать оруженосец рейджи считал что они больше боятся странного грохота идущего снизу поговаривали там живет чудовище и